Сегодня, друзья, мы проверим имперскую удачу и как стать самым богатым в игре The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Mr. Cat. С наступающим всех! Камни Борензии, друзья, да, сегодня их будем собирать, всего их 24, и я всем, всем советую их собрать в самых ранних этапах вашего прохождения в Skyrim, друзья. Потому что если вы сделаете еще кое-какие элементы, которые я покажу позже, вы просто обалдеете, сколько можно зарабатывать. Ну что ж, первый камень находится в Сосновой заставе, здесь есть вот такая вот комнатка, и вот наш первый. Второй камень, друзья, забираем в Айтране, Драконний Предел, Покой и Ярла, приветик. Третий камень, друзья, мы забираем в Зале Мертвых, Катакомбы. И в том же Вайтране, в Юрваске, мы забираем четвертый камень. Ужасто тяжелая, друзья, локация Ансилвунд. Здесь, в самом конце, возле призрачного клинка, кстати, у меня по нему есть видео, вы обалдеете, если не видели. Находится наш пятый камень, а шестой камень вы сможете получить в покоях Архимага, но только тогда, когда начнете главный квест коллегии Винтерхолд. Приветик. В доме клана Расколотый Щит вы найдете седьмой камень. Это, друзья, Виндхельм. Забираем. В том же Виндхельме, друзья, в Королемском Дворце, вы сможете раздобыть и восьмой камень. Вот он. А девятый камень вы раздобудите недалеко от Солитюда, есть огромный корабль под названием Привередливый Слот. Да, ну, придется подраться. Вот мы добрались и до десятого камня, и его вы найдете в Солитюде, в Синий Дворец. Одиннадцатый камень, друзья, вы сможете получить только тогда, когда в Солитюде повыполняете кое-какие задания, и вам разрешат приобрести поместье под названием Высокий Шпиль. И только в нем вы найдете этот драгоценный камушек. В локации под названием Старушечья Скала вы раздобудете двенадцатый камушек. На самом-самом-самом верху. Я вам еще не надоел, друзья. Ну что ж, тринадцатый камушек вы раздобудете в Сокровищнице, которая находится в Маркарте. Да, забираем. Только аккуратненько, чтобы нас не заметили. Четырнадцатый камень мы забираем в музей двеймеров в Маркарте. Пятнадцатый камень мы забираем недалеко от Талморского посольства, ребят. Вот этой неприметной пещере. Зашли. Это, кстати, пещера не отображается на карте. Тут будет тролль. Я думаю, вы с ним справитесь. И вот здесь. Шестнадцатый камень вы получите в Ингвильде. Это мой сынок. В самом-самом конце. А семнадцатый камень вы сможете раздобыть в локации крепость Фелглоу. Но помните, вы должны начать главный квест коллеги Винтерхолд, коллеги магов. И дойти до квеста, по-моему, библиотечные книги. И только тогда этот проход будет открыт. А так он будет заваленный. Запомните. И вот наш камень. Восемнадцатый камень. Локация обитатель Ранвейг. Девятнадцатый камень, друзья. Пещера Каменный Ручей. Здесь есть неприметная комната. Двадцатый камень, друзья. Пещера Хоба. Вот он. На полочке. Двадцать первый камень. Разделенное ущелье. Очень жесткая и тяжелая пещера, друзья. Так что крепитесь, когда будете ее проходить. Двадцать второй камень, друзья. Осталось чуть-чуть. Крепость Мист Вейл. Двадцать третий камень. Резиденция Черный Вереск. Ну и последний. Двадцать четвертый. Вы получите только тогда, когда вступите в Темное Братство. Убежище Темного Братства. В комнате Астрит. Собрали все двадцать четыре камня, друзья. Теперь отправляемся в Рифтон и вступаем в гильдию воров. Выполняем парочка квестов и нас принимает. И только потом мы сможем говорить с Вэкс. Хочешь подзаработать пару септимов? Мне удалось разыскать все камни в Рензии. Невероятно. Если мы хотим остаться на плаву в Скайриме, нам нужен этот парагон. Без него мы лишь горстка мелких воришек. Ну что, друзья, отправляемся за короной. Зачищаем пещеру Туальвальда. Только помните, здесь будет столько фалмеров, что вы охренеете. Между прочим, если вы сюда придете без данного квеста, то этот проход будет заваленный. Но этот скелет с посохом огненных шаров будет здесь даже на самом первом уровне. Такой вот маленький секрет. Ну что, друзья. Как только мы сюда заходим, сразу видим, что здесь была битва. Кстати, обратите внимание на этого лорного скелетика. Меч усталости. Подлинная Берензия. И вот она, друзья. Вот она, наша корона. Забираем. Ну что, друзья, возвращаемся к Векс. Корона Берензия у меня. О да. И нам добавляется воровская удача. Уникальный. Уникальный и невероятный перк, который позволяет нам находить намного. Намного больше драгоценных камней в гробницах. Между прочим, вот здесь появляется наша корона. И она уже с вставленными камнями. Смотрите. Кстати, ее можно активировать, но почему-то она не активируется. Может, раньше можно было активировать, и это просто не убрали. Хотя, неизвестно. А теперь давайте протестируем нашу удачу. Первый тест и первая локация, которую я пройду. Я буду всеми проходить эту локацию. Это Ветреный пик. Я буду все-все-все собирать. И в конце этой локации у меня будет отчет. Смотрите. Все это будут делать на 37 уровне. 37. Денег у меня 0. Поехали зачищать. Зачистил локацию Нордом. Вес дополнительных способностей. Золото 766. Какое оружие мне выпало? Это урочей меч. Финальное оружие. Оно всем выпадает. Также немножечко брони. Кстати, бонитовые перчатки лучника. Неплохо. Ну, это 37 уровень все-таки. И, по-моему, все. Немножечко зелья и немного камней. Все. Денежек 766. Теперь, друзья, давайте пройду имперцам. Теперь я прошел ту же самую локацию. На том же самом 37 уровне, но только имперцам, у которого есть талант. Вы находите больше денег. И я нашел уже 939 монет. Это значит, что это значит то, что на 20% имперцы находят больше денег. Запомните. Я думал, что это ерунда, но на самом деле это не ерунда. Сейчас будет еще третий тест. Смотрите, что я нашел с оружия. Это булава. Ну, в принципе, то же самое еще. Стеклянный меч. Из одежды мне амулет Мары выпал. Ну, еще и эльфийская броня. Неплохая. А из драгоценных камней мне вообще выпал один безупречный аметист. Он тоже без способностей. У него только талант. Талант, который позволяет находить немножечко больше денег. И это, между прочим, на 20%. И теперь, друзья, я прошел эту же локацию. Эту же локацию. Ветреный пик. Только персонажам, у которого есть воровская удача. Но не только. Я прошел имперцем. И прокачал вот эту вот способность. Смотрите. Это взломе. Это золотоискатель. Вы находите больше золота в сундуках. И охотник за сокровищами на 50% больше шанс найти особое сокровище. Смотрите. Сколько денежек мне выпало. 1726! 1726! Но, друзья, это только денег. Это только денег в этой локации. Теперь смотрите. Сколько выпало драгоценных камней. Аметист 11. Безупречный аметист 17. Безупречный гранат 8. Безупречный рубин. Гранат 12. Рубинов 18. Сапиров 11. Общая стоимость всех камней, друзья, составила 15 130. Ну, если вы, конечно, продадите их по той стоимости, сколько есть. Это у вас красноречие должно прокачано на соточку. И с деньгами вышло 16 856, друзья. 16 856! Это просто невероятно! Я нашел самого удачливого! Друзья, это, конечно же, импер. С его талантом вы находите больше, больше денег. Вау! С короной берензии вы находите невероятное количество камней. Ну и плюс с прокачанными перками во взломе, вот этими, вы находите еще больше золота и еще больше сокровищ. Подождите, я вам, кстати, не показал вещи. Одежда здесь мне выпала Айбонитова Секира. Айбонитова Секира, 100% это с помощью того перка, потому что, вау! Чтобы она выпала на 30... Кстати, какой мне уровень? А нет, мне 38-й. Это, скорее всего, перк сработал особое сокровище. И одежда... Вот, кстати, то, что одежда мне выпала. Немножечко зачарована. Урочья. И, в принципе, все. Да, друзья, но камней... Господи, на 16 856 тысяч! 16 тысяч, друзья! О, черт! Ну, ладненько, на этом все. Все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Блин, ну, я думаю, больше нет никаких способов, чтобы улучшить нашу удачу, да? Да, думаю, нет. Ну, если вы что-то придумаете, пишите в комментариях. Или просто. Всех с наступающим, друзья! И пока! Субтитры сделал DimaTorzok